Ля Сет-Арте, Музей Унтерлинден и Палет Продюксион представляют фильм Аллена Жобера из цикла «Палитры». Алтарь прокаженных Изенгеймский алтарь Маттиас Нитхарт Готхарт Илли Грюневальд Музей Унтерлинден, Кольмар Режиссер Ален Жобер Люди, которых настигла эта беда, Болезнь были обречены. Одним поражало ноги, другим руки, и у всех жгло сердце. Ужас боли мучил их до такой степени, что они просили отрезать им конечности. В средние века почти по всей Европе ходила так называемая «огненная чума» или «огонь святого Антония». Болезнь, о которой тогда мало что знали, вызывалась спорньей ржи, маленьким черным грибом, споры которого находились в плесневелом хлебе. Волдыри, омертвение клеток, гангрена. Конечности начинали разлагаться и буквально разваливались. Больной испытывал жгучую боль во всем теле. Начинались галлюцинации. Людям казалось, что их терзают бесы. Многие святые, говорят, вылечивали эту болезнь. Прежде всего, этот дар приписывали святому Антонию, отшельнику, который в египетской пустыне в IV веке прославился своим даром врачевателя. На темном фоне возвышается крест. Руки Христа напряжены. Голова в терновом венце наклонена. Губы посинели. Смерть уже наступила. Справа на груди рана и следы, оставленные шипами растений. По ногам, раздробленным гвоздем, течет кровь. Мария Магдалина на коленях в молитве протягивает к Иисусу скрещенные руки. За ней святой Иоанн, евангелист, поддерживает Марию, обессилевшую от горя. С другой стороны, Иоанн – креститель. В левой руке он держит открытую книгу. Указательный палец правой руки направлен на Христа. Под распятием Праделла – снятие с креста. Святой Иоанн поддерживает тело Христа. Плачущая Дева Мария и Мария Магдалина. Открытый гроб. Пейзаж в голубых тонах. На переднем плане – терновый венец. На панно слева – святой Себастьян. Себастьян, римский центурион, принявший христианство, стал мишенью лучников императора. Он стоит на мраморном фундаменте. На панно справа изображен святой Антоний. Он тоже стоит на постаменте. На заднем плане – женщина-демон разбивает окно. Это аллюзия на искушение, выпавшее на долю святого в пустыне. Распятие дополнено боковыми панно. Композиция включает четыре сцены. В Благовещении изображен Архангел Гавриил, одетый в золотые и пурпурные одежды. Он указывает на Марию. Дева, напуганная его появлением, смотрит в сторону. Два центральных панно – хор Ангелов и Рождество Христово – составляют непрерывную композицию. Под сводом небольшого сверкающего готического храма с открытыми дверями множество крылатых фигур. У другого входа молодая женщина купается в сиянии света. В Рождестве Дева Мария сидит на фоне пейзажа с младенцем Иисусом. Позади грядой возвышаются горы. В облаках у их вершин появляется Бог в окружении ангелов. Четвертое панно – воскрешение. Солдаты, охраняющие гробницу, падают от шквального ветра. Гроб открыт. Снимая саван, появляется Иисус. Он воспаряет к звездному своду, откуда исходит свет. За центральными панно появляется скульптурный ансамбль. За Проделлой можно увидеть статуи двенадцати апостолов в боковых нишах и Иисуса в центре. По бокам – две живописные сцены. Панно слева. Святой Антоний посещает отшельника Павла. Антоний, много лет странствующий в одиночестве, видит во сне отшельника, который обгоняет его в пустыне. Он отправляется в путь и встречает Павла Фивского. Каждый день ворон кормит Павла хлебом. В этот день ворон приносит две порции. Панно справа – искушение святого Антония. Антоний лежит на земле. На него нападают громадные животные. На переднем плане существо с ластами, похожее на горгуль. Зеленоватое туловище покрыто язвами, источающими перламутровый гной. Скульптурные фигуры в центральной части связаны с появлением алтаря. Останки святого Антония были привезены с Востока в XI веке и погребены в часовне городка Ламотт в провинции Дофине. Дворянин, сын которого вылечился от чумы, создает общество мирян и основывает лечебницу. Ламотт переименовывают в Сен-Антонио. Монастырь становится центром паломничества. В наши дни это главный центр ордена антонианцев. Его монастыри-лечебницы разбросаны по всей Европе. В 1300 году в маленьком городке Изенгейм к югу от Кольмара, в немецкой тогда части долины Рейна, был заложен дом. Жан-Дорлие владел этим домом до 1490 года. Он заказывает эльзасскому мастеру Николасу из Хагенау оформление запрестольного убранства главного алтаря. Антонианцы следовали заветам святого Августина. Его изображает одна из скульптур. Рядом святой Иероним, являвший пример образованного верующего. Орден получал средства от пожертвований и выращивания свиней. Святой держит в руках посох в форме греческой буквы Тау. Она напоминает крест Иисуса, а также костыль Калики. Святой Антоний стал исцелять больных так называемой горячкой или огнем святого Антония. Он также оберегал дома людей от пожаров. Он величественно восседает на троне, глядя строго, сурово и даже осуждающе. Это указывает еще на одну его способность. Он был также карающим святым и мог породить огонь как в домах, так и в телах неверующих. У его ног свинья. Крестьянин дарит поросенка. Горожанин — петуха. Преемник Жан-Адурлие Гегерс заказывает панно некоему мастеру Матиасу. Его стали называть Матиасом Нитхардом или Готхардом, или Грюном. Имя Грюновальд осталось. Историки считают, что он написал Деву Марию с младенцем, портреты святых и несколько вариантов распятия. Панно Зенгеймского алтаря было создано между 1512 и 16 годами. Его наибольшая высота — 2 метра 92 сантиметра, ширина — метр 65 сантиметров. Толщина деревянного липового полотна — 6 миллиметров. На вращающихся ставнях стоят замки. Колонны и деревянная позолоченная резьба не сохранились. Алтарь также украшали высоко поднимавшиеся колоколинки. Окончательному варианту предшествовали подготовительные рисунки. В конечном варианте контуры были прорисованы кистью. Затем накладывался слой темперой и маслом. В распятии гигантская фигура Христа разделяет композицию на несколько частей. Крест смещён вправо, чтобы разрез ставен не попадал на тело Иисуса. Фигура Христа — это центральная ось композиции. Вертикали, проходящие по краям креста, определяют положение персонажей. Диагонали заданы руками Христа. Таким образом, композиция имеет строгую геометрию. Форма рук Иисуса перекликается с жестами его последователей. Жесты играют очень важную роль. Руки в хоре ангелов достойны особого внимания. Увеличение числа персонажей обуславливает разнообразие тонов. Художник использует весь цветовой спектр. Каждый участок представляет собой пёстрый радужный объект. Тот же принцип и в воскрешении. Из-за красного ворота солдата возникает контрастная драпировка — саван. Тона сине-зелёная, синяя, сиренево-синяя, фиолетовые, красно-фиолетовые, красные, оранжевые, жёлтые. Жёлто-оранжевый цвет нимба, окружённый голубоватым свечением, словно ослепляет. В верхней части панно свободное пространство неба противопоставлено тяжеловесности всего земного. Художник прорисовывает кольца кольчуги солдата, потертости изношенной одежды, пятна ржавчины на облачении второго солдата. Автор скрупулёзно прорисовывает детали предметов и материи. В распятии изображён святой Иоанн Креститель, которого казнили за несколько лет до Иисуса. Но именно он предсказал пришествие Христа. Надпись красным сообщает «Он вознесётся, а я не спаду». Святой Иоанн Креститель представляет Ветхий Завет, который уступает место Новому. Его проповедует Иоанн Евангелист. У ног Иоанна Крестителя ягнёнок, которого отождествляли с Христом. Древние иудеи приносили его в жертву, смывая тем самым людские грехи. Кровь течёт в чашу, напоминая об искупительной жертве Христа, которую символизирует обряд с вином во время мессы. На теле Христа видны следы истязаний. Напряжение и страдание передано в изображении вертикали Креста и искривлённой поперечины. На панно изображён момент, когда, согласно Евангелию, Иисус испускает дух и наступает тьма. Отчаянье и мрак — это метафора страшного суда. В Благовещении изображена статуя пророка Исаии с Библией. Дева забеременеет сыном и родит его. Рождённого назовут Эммануилом. Пророчество записано в требнике, лежащем на сундуке. Деревянный сундук напоминает ковчег Завета, в котором хранились заповеди Моисея. Чрево Девы Марии сравнивали с ковчегом. Его плод обуславливал появление Нового Завета. На других панно сундук заменён корытом. Затем гробом, в который помещают тело Иисуса. Мария находится в церкви. В храме Соломона ковчег также был укрыт за апологом. Внутренний сад и закрытая дверь в Рождестве Христовом символизируют целомудрие Марии. Корыто, ночная ваза и колыбель напоминают, что Христос спустился на землю в человеческом облике. Это подчёркивает и нежность ребёнка, и матери. Пелёнки разорваны. В старину детей пеленали ветхие ткани, более мягкие. Но они также напоминают набедренную повязку, которая была на Иисусе во время распятия. Левое панно таит немало загадок. Некоторые из странных разноцветных персонажей безусловно, ангелы. У сине-зелёного ангела слева павлиний хохолок. Это Люцифер, властелин падших ангелов. Женщина у входа в храм может быть Девой Марией. Святая Бригитта сравнивала непорочное зачатие Марии с солнцем, которое проходит сквозь лёд, не растапливая его. Рядом стоит стеклянный графин. Но действительно ли эта фигура Девы Марии предвосхищающая сюжет следующего панно? В некоторых трактовках этот образ видит сама Дева, которая позже будет коронована ангелами в храме Соломона. Панно «Воскрешение» совмещает несколько эпизодов Евангелия «Воскрешение Христа», «Вознесение Господня» и «Преображение». На руках Христа видны стигматы, выполненные красными мазками и окружённые золотыми лучами. Контуры стираются, объёмность объёмность лица исчезает. Черты растворяются в ясных тонах солнечного света, исходящего от самого Иисуса. Он сам этот свет. Когти, клювы, лапы, звериный оскал, рога, рога, чешуя, бородавчатая кожа. Демоны похожи на животных. Они не могут поделить плащ. Это волшебное одеяние. Чтобы вылечиться, надо было дотронуться до него. На бумаге надпись на латыни. Это сетование Антония. Где ты был, добрый Иисус? Где ты был? Почему не пришёл вылечить мои раны? Является ли персонаж, сидящий слева, чудовищем? Он схватил требник святого и пытается завладеть синим плащом. У него человеческие черты. Тело может о многом рассказать. Гноящиеся язвы, зелёно-серые прыщи, винокрасные воспаления, огромные фиолетовые волдыри, струпья, провалившийся нос, всё это признаки заболевания сифилисом. Эта болезнь, привезённая из Южной Америки моряками Христофора Колумба, распространилась по всей Европе. Возможно, больной заражён также чумой, о чём свидетельствует вздутие живота. Себастьян охранял людей от чумы, болезни, которая для древних была, как искры пламени, пущенные в человека. Третья группа симптомов, разлагающиеся конечности, говорит о болезни, которую называли «Огонь святого Антония». Несчастный бьётся в конвульсиях, его голова запрокинута. Возможно, это эпилептический припадок. Святой Иоанн Креститель и Иоанн Евангелист защищали от эпилепсии. На зеленоватом теле, как на теле Христа, видны следы ран, порезы, кровоподтёки. Христос искупил все грехи человеческие. На теле этого больного также собраны все болезни, все страдания человеческие. Эти алтарные панно открывались больным последовательно. Это напоминало принцип средневековых мистерий. Присутствующие воспринимали послания. Иисус и Себастьян тоже страдали. Святой Антоний мучился страхами и галлюцинациями. Но эти испытания им необходимо было пройти на пути к святости. Монахи ордена антонианцев были также практиками. Хирурги, состоящие в ордене, проводили ампутации. Больным давали мясо свиней, которых братья выращивали сами, и хлеб хорошего качества. Тогда еще никто не знал, что это помогает бороться с воздействием отравленной спрыньи. Вербена, маг, вероника, крапила, художник изобразил все эти растения. Антонианцы использовали их для приготовления бальзама святого Антония и святого спирта, снадобья, в которое окунали мощи Антония. Лекарственные растения противопоставлены ядовитым. гриб, который появляется на пнях, свидетельствует о болезни дерева. Также появление язв на коже и омертвение клеток говорит о внутреннем разложении тела больного. Грюневальд проводит аналогию между деревом и плотью, деревянным крестом и телом Иисуса. Тело начинает разлагаться, не успев умереть. Это и есть наказание Божье. Панно Грюневальда, созданные по указанию монахов-антонианцев, проистекают из так называемой теологии плоти. Первая мировая война принесла множество смертей. Отто Дикс создает свой триптих война под влиянием Грюневальда. Пикассо пишет распятие и делает серию рисунков, навеянных алтарными панно. Вторая мировая война, всемирная бойня, люди, погибающие в концлагерях. Фрэнсис Бэйкон выполняет триптих распятия. Это также распятие Грэхама Сазерленда и Вильяма де Кунинга. Через пять веков талант колориста Грюневальда продолжает восхищать художников. Живописец использует все нюансы цветового спектра и выстраивает их в особом порядке, который два века спустя изучал Ньютон, рассматривая процесс разложения света. Тайну науки о свете Грюневальд приоткрыл в другом изображении Рождества Христова. Над Девой Марией и Младенцем Иисусом разворачивается радуга. Радуга была знаком, который Господь послал Ною, избраннику, которого он уберег от своего гнева. В концерте ангелов под сводом изображен старик. Возможно, это Ной, стоящий на коленях перед Богом. Эта неприметная деталь напоминает о радуге, источнике цветовой игры. Это чудо, происходящее, когда во время дождя появляется солнце, для художника могло являться знаком свыше. Знаком, диктовавшим порядок нанесения красок, в которые он окунал свою кисть, и вселявшим уверенность, что божественный свет — единственная цель, которой должен стремиться живописец. Фильм, переведенный озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Играет музыка «Боцерие учителя». Продолжение следует...